От имени Генеральной Ассамблеи, имею честь приветствовать в Организации Венграции его председательства господина Николаса Мадуро Моросова, президента Венесуэлы, предлагаю ему выступить перед Генеральной Ассамблеей. Господин председатель, уважаемые представители правительств, членов Организации Венграции, 2015 год. Господин председатель, собрал нас еще раз в этих стенах. Мы понимаем, какие огромные усилия предпринимают наши народы в плане того, чтобы продвинуться к эпохе достоинства, так, чтобы мы могли построить такой мир, в котором бы все уважали самобытность всех наших народов. Это год, который в Венесуэле мы празднуем 200 лет письма нашего освободителя Симона Боливара. Он написал письмо из Ямайки. Он написал это письмо из Ямайки, из Кингстона, 200 лет назад. Это были времена, когда освободительные силы поднялись из глубины истории после сотен лет колониального господства над нашими землями. То, что сегодня известно, как Латинская Америка, как страны Карибского бассейна. Как я уже сказал, эти освободительные силы поднялись, и Симон Боливар возглавил эту борьбу. И описал путь вперед. Опять же, это было 200 лет назад. Итак, письмо из Ямайки. Симон Боливар определил главные элементы геополитической системы, не имперской американской системы. Симон Боливар описывал антиколоналистическую, антиимпериалистическую политику и подходы в отношении континентов Америки. Это такой подход, который даже 200 лет спустя мы поддерживаем. Необходимо создать надлежащее равновесие в мир. Мир гармонии. Мир, где главенствует справедливость, и где миром пользуются во благо всем. После этого пророческого письма прошло 200 лет, и я хочу сказать вам всем, с этой самой трибуны, откуда выступал римский папа Францис перед всем человечеством. Фактически так Симон Боливар описал новую концепцию и новый подход к миру, геополитическую систему, где народы могли бы следовать своей модели жить, где люди могли бы жить вместе, мир, мир справедливости, это такой политический подход, который помогает нам отвергать любой гегемонизм, угрозу силы и применение силы, который отвергает военно-политическое доминирование, так же, как и экономическое доминирование. И в этом году мы также отмечаем 70-ю годовщину основания Организации Объединенных Наций. 70 лет пронеслись как миг. 70 лет мы стремились тому, чтобы найти способ урегулирования наших отношений, так, чтобы мы могли бы создать такой мир, который бы подходил всем, мир открытый для всех, без какой-либо дискриминации. Прошло 70 лет со дня основания системы ООН. Это действительно победа для человечества. В 1945 году, 70 лет назад, был подготовлен устав Организации Объединенных Наций после окончания огромной трагедии Второй Мировой Войны, когда память еще была жива и полна ужасами Второй Мировой Войны, в результате чего так многие люди погибли. Организация Объединенных Наций написала свой устав. Этот устав определил мечты на будущее. Устав Организации Объединенных Наций сегодня он также актуален, как и тогда. И мы, народы ООН, полны решимости спасти грядущие поколения от бедствий войны. Мы, народы мира, в 2015 году хотим спасти грядущие поколения от бедствий войны, от ужасов экстремальной бедности, голода и всех ужасов, которые мы в прошлом пережили. Итак, прошло 70 лет. В основном, мир характеризовался биполярностью. В 40-е и 50-е годы, потом холодная война, потом 50-е и 60-е годы, потом также были и трагические войны на протяжении этого периода нашего двухполярного мира. Потом, после коллапса Советского Союза, мир стал однополярным. Преколагалось, что это будет время, когда будет покончено с идеологами противоборства. Появилась одна система мышления, одна модель новой либерализм. Это принесло с собой экстремальную бедность, лишения для людей. Это привело к безработице, к болезням для людей во всем мире. Двухполярный мир конфронтации сменился однополярным миром неолиберализма. И с самого начала нового века, благодаря усилиям народов, сейчас помог тому, чтобы наступило время революции, когда революционно настроенный народ Венесуэлы и народы Южной Америки и Карибского бассейна стремятся к тому, чтобы поставить много порядных мир. Мир, где не будет гегемонизма, мир, который понимает, что следует уважать других, где появляются новые центры политическо-культурной жизни и ресурсов, которые признаются все ими. Очень много в мире мест. Нам нужен мир, который построит новый путь вперед. И мы используем устав организации вне нации, чтобы обеспечить право на выживание человечества, право на независимость, на уважение ко всем народам мира. Нам нужен многополярный, многоцентрический мир. тут недавно мы слышали выступление нашей сестры из Бразилии, нашего брата из Соединенных Штатов. Мы видели также обращение Владимира Путина, который является наиболее важным лидером сегодня, видели президента КНР. Видели Эйву Моралеса, Рапаэл Корея, президента Аргентины. Мы слушали выступления и следили за дискуссиями всех вопросов, дискутируемых в организации объединенных наций. Велись разговоры о войне и о мире. Я лично считаю, что в этом зале никто не сказал бы даже одно какое-то слово в поддержку несправедливых войн, которые уничтожили и уничтожают народы Африки, Азии и Ближнего Востока. Мы в Венесуэле пытаемся сделать так, чтобы наш голос был услышан. Мы признали трагические ошибки прошлого в плане того, чтобы кто-то вторгался в страны, подвергал бомбежкам страны, наших братьев, других народов. Войны, которые велись привели к уничтожению очень важных стран. Война в Афганистане. Мы должны задать вопрос себе. Она привела к миру. Она создала ситуацию стабильности для народа Афганистана. Нет. Она привела к уничтожению, опустошению и терроризму. Война в Ираке, которая началась в результате сфабрикованных домосов и лжи. А основанием для начала войны была нефть. А теперь, много лет спустя, можем ли мы сказать что-нибудь об Ираке? Живет ли Ирак в условиях мира? Нет. Страна просто опустошена. Тем, кто ввел войну в Ираке, могу сказать, что это привело еще раз к коллапсу международной политической системы. Потом была война в Ливии. Если послушать то, что говорил Хуго Чавес здесь, в этом зале, когда он выступал о лжи, когда он осуждал бомбардировку Ливии, не говоря уже о политических разногласиях, если посмотреть на политическую систему в Ливии, можно сказать, что в мире никто не имеет права судить и подрывать политический режим по решению другой страны. Никто не имеет такого права. «И нам очень жаль, что приходится так говорить, поскольку мы восхищаемся культурой арабских народов, многовековой культурой, мы восхищаемся культурой мусульманских народов, и с огромным чувством горечи мы сегодня вынуждены об этом говорить в отношении того, что было сделано в Ливии, это было преступлением. Это была страна стабильная, которая обеспечила поддержку африканским странам, она основала Африканский Союз. А что сейчас представляет собой Ливия? Стабильна ли страна с точки зрения политики, экономики? Кто заплатит за те преступления, которые были совершены в Ливии, в Ираке, в Афганистане? Кто заплатит за это? Ну и теперь Сирия. Это голливудская версия терроризма. Это как кино о терроризме, об ужасах войны. со всей скромностью могу сказать, что мы в Венесуэле считаем, что Сирия все это привело к еще большим ужасам, тем то, что пришлось пережить в Афганистане или в других местах, даже в Ираке и в Ливии. Готовы ли народы выстроить новый альянс мира сегодня? Об этом говорил президент Путин. Готовы ли мы построить новый альянс во имя мира? Непостоянные члены готовы сделать предложение, чтобы мы могли обсудить этот вопрос, как нам помочь народу в Сирии, как защитить народ в Сирии. Имеется финансирование вооружения страны Запада, это привело к смертям, к гибели людей и к разрушениям в Сирии. И люди, проживающие в Европе, столкнулись с гуманитарной трагедией. Европа теперь чувствуют, что эта трагедия коснулась и их. Однако организация объединенных наций должна реагировать, должна предпринять какие-то действия в ответ на ужасы и трагедии, которые имеют место в Сирии. Стратегический провал этих четырех войн касается того, что делается в Совете безопасности и вне возможности организации университетных наций действовать. Была интервенция в отношении того, чтобы развязать войну, все эти семена террора, что привело к обустошительным последствиям для народов. потом эти народы представляются нежелательными и какими-то враждебными, представляются в качестве врага. Я думаю, что имеется общий консенсус в отношении того, чтобы президент Обама выступил по поводу мира и развития. Мы хотим послушать о философии мира от лидеров ведущих держав мира. Только мир может обеспечить такую ситуацию, что мы добьемся положений повестки дня до 2030 года. Это действительно высокая, очень хорошая программа, но только в условиях мира мы можем добиться развития и можем выстроить надлежащие международные отношения в мире. В Латинской Америке мы создаем другие режимы. Кстати, у нас есть хорошие новости из нашего региона, из Латинской Америки, из стран Карибского бассейна. В прошедшие годы Латинская Америка нашла свой путь, ведущий к достоинству и к будущему. И сегодня мы можем доложить Организации Дневных Наций в этот год, 2015 год следующая. Латинская Америка отставит свою общину, свое общество в Латинской Америке и в Карибском бассейне. В Гаване мы объявили, что Латинская Америка будет зоной мира. Это будет в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна. Субрегиональные органы Петрокариби, например, Боливарийские альянсы для народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Это все очень мощные организации. Они включают также Унасор и все это выстраивается. У нас одна проблема в Колумбии. Проблема внутренних разногласий с этой трибуны от имени моей страны Венесуэлы мы хотим воздать должное Колумбии за предпринятые шаги президентом Мануэлом Сантушем, который пытается добиться окончательного мирного соглашения с повстанцами Парк. Венесуэла предпринят все усилия, чтобы помочь усилению этого пути ведущему к миру в Колумбии. Колумбия это порождение нашего великого Либертадора освободителя Симона Боливара мы говорим одним голосом сегодня. Президент Рауль Кастро наш товарищ Угород Ригас в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций уже говорили о блокаде США Кубы. В этом году, в 2015 году были предприняты шаги, чтобы нормализовать отношения между правительством президента Барака Обамы и страной Рауля Кастро между Соединенными Штатами и Кубой. Мы надеемся и хотим доложить об этом правительству Соединенных Штатов. Итак, мы надеемся, что отношения между правительствами всех стран, представленных в Организации Объединенных Наций и всех стран Латинской Америки в Карибском бассейне должны базироваться на диалоге, уважении, признании того, кем мы являемся, так, чтобы раз и навсегда мы могли перевернуть страницу. и отказаться от истории переворотов, контрреволюционных шагов и подобной политики. 56 лет экономической блокады против Кубы. Это должно прекратиться как можно скорее. Необходимо прекратить блокаду в отношении Кубы. Мы призвали бы Соединенные Штаты Америки к этому. Президент Джимми Картер в 79-м году вернула часть Панамы по нами. Мы надеемся, что новое правительство США передаст Гуантанамо Кубе как можно скорее. Хорошие новости, как я уже говорил, хорошие новости мы видим в этом году. Хорошие новости возможны только благодаря стойкому духу кубинского народа, благодаря их гордости, самобытности и борьбе страны во все эти годы. Также это казалось возможным благодаря храбрости президента Барака Обаме, который смело себя повел провозгласив новую политику в отношении Куба. Мы полностью поддерживаем правительство латиноамериканских стран, обратившихся к Соединенным Королевствам, чтобы начали в скорейшее время переговоры на основе международного права по Мальвинским островам, принадлежащим Аргентине. право Аргентины на Мальвинские острова и на все острова, которые исторически им принадлежат, следует признать. И следует этот вопрос на основе переговоров согласовать. Это просьба латиноамериканских и карибских стран и непредынившихся стран группы 77. Это призыв к дипломатии, которая основывалась бы на мире. Это призыв, которому нужно прислушаться. Так что, дорогие братья и сестры нашего огромного мира, Венецуэла сама сталкивается последние годы с огромными проблемами. с огромными проблемами, в то время как мы пытаемся построить экономическую, политическую, социальную модель, которая была бы именно венесуэльской, и мы основываемся в этом на том самом письме, написанном Симоном Боливаром. Эво Моралес также говорил об этой борьбе. Мы избрали человеческий путь. римский папа Францис, который действительно великий гуманист, выступал на эту тему. Венецуэла хочет построить новое общество, социалистическое общество. Социалистическая революция в 21 веке, социалистическая революция с учетом заявлений наших коллег, которые призывали к независимости в рамках того, что делают Фидели Кастро и Рауль Кастро на Кубе. Наши народы ведут большую борьбу и внутри стран, и на внешней среде. А недавно мы столкнулись с довольно трудными временами, трудными атаками. Мы провели даже открытие дискуссии на эту тему и говорили об угрожающем и дикте президента Обаме, который заявил, что Венесуэла это угроза для Соединенных Штатов Америки. Это было вот такое выражение по нам на саммите двухамериканских континентов. Мы решали этот вопрос. В заявлении было признано, что Венесуэла это мирная страна, никакая не угроза для Соединенных Штатов. Это позитивный момент. Но этого было недостаточно. Декрет от 9 марта 2015 года должен быть аннулирован и перечеркнут, потому что это действительно угроза уже для нашей страны. Мы начали переговоры с правительством Соединенных Штатов в том же духе, как и Куба начала в свое время переговоры с Соединенными Штатами. в надежде на то, что мы сможем убрать этот дамоклов меч, который висит сейчас над головами венесуэльского народа. Венесуэла через дипломатию мира также должна была предпринять определенные меры вдоль наших границ и на Генеральной Ассамблее ООН могло сказать, что мы должны были осуществить определенные операции вдоль границ с Колумбией и с Гаяной. Унасура и Силака помогли нам решить ситуацию. Была проблема с наркоторговцами. теперь могу сказать, что мы действительно имеем позитивные надежды на то, что ситуацию удастся разрешить и что мы возобновим нормальные рабочие отношения с правительством Колумбии. То же самое касается нашей братской страны братской для нас Гаяны. Тут появились кое-какие вопросы, которые нужно будет разрешить. Я признателен, что господин Фангимон отреагивал на просьбу Венесуэлы и в воскресенье в день затмения Луны в этот самый день мы встречались с представителями Гаяны и должен сказать, что дипломатия мира возобладала ситуацией и нам удалось принять позитивные решения и разрешить вопрос. Так что Венесуэла продолжает решать трудные проблемы, но мы подходим к всем этим вопросам с позиции дипломатии мира. На путях диалога и налаживания связей мы пытаемся предотвратить угрозы нашему народу. В этом году у нас запланированы парламентские выборы за 15 лет после революции это 20 выборы 19 предыдущих выборов вернули силы независимой революции были варийские силы были избраны вновь. У нас 18 побед было при Уго-Шавесе в ходе выборов. Так что состоятся вскоре парламентские выборы. Все готово. И как бывший президент США Джимми Картер сказал избирательная система наиболее прозрачная и всеобъемлющая полная избирательная система в мире. Это дает возможность народу нашей страны выразить свою волю на декабрьских выборах. И я призываю всех в мире следить за тем, чтобы никто не вмешивался в политические процессы в Венесуэле. Венесуэла намеревается и впредь идти по демократическому пути развития. У нас есть наша конституция, которая в 99-м году была принята нашим народом. Мы за мир и призываем к миру. Мы призываем к миру, к демократическим подходам. Мы и впредь будем усиливать нашу систему, независимость, достоинство. Это близко сердцу всем гражданам нашей страны. Мы по-прежнему, несмотря на прошествие многих лет, по-прежнему верим в принципы, которые закреплены были в книге, которую только что продемонстрировала нам. Необходимо единое ООН. 70 лет спустя нам по-прежнему необходимо идти путем реформы и развития. И, как сказал Великий Боливар, необходимо создавать новую геополитическую систему, необходимо обеспечивать новое равновесие, новый регионализм и, прежде всего, мир должен услышать и понять правду, о которой заявляют люди. Мы в 2030 году будем проводить новое мероприятие, посвященное целям развития. Я надеюсь, что через 15 лет мы сможем на всех основаниях отпраздновать новые достижения в области мира и развития и восстановления мира от последствий империалистических войн. И мы надеемся и убеждены, что он будет разрабатывать и проводить в жизни соответствующие правила международные на основе принципов соблюдения самопределения народов. Я надеюсь, что в 2030 году мы сможем восстановить и развивать вновь эту прекрасную систему, которая существует и выживает уже 70 лет, в основе которой лежит мечта на мир и процветания. Да здравствует мир и процветания. Спасибо. от имени оставаться на своих местах с тем, чтобы сотрудники службы протокола могли бы сопроводить его происходительство президента.